Мстительный, злопамятный, жестокий, отвратительный склочник Его убрали подальше от любопытных глаз Слишком много нелицеприятного, написал Йохансен о великом Амонсене Лишь недавно документ был опубликован И потрясенное человечество узнало, что Амонсен, оказывается, безжалостно взрывал жилища эскимосов Которые перед ним в чем-то провинились В тяжелые моменты бросал членов экспедиции на произвол судьбы И, наконец, повинен смерти полярников Тесса Майкнутсена Которых зачем-то отправил на Диксон за 800 километров в 50-градостный мороз С никому не нужными почтовыми пакетами Ну, а что касается страсти Амонсена к покорению полярных льдов На которые можно было бы списать эгоизм и жестокость Мол, ну, был человек одержим севером и покорял его, шагая буквально по трупам То и здесь биографы раскопали, мягко говоря, забавные факты В 1897 году будущий герой Норвегии изучал курс навигации в Антверпене И снимал комнату в семье голландского сыровара Хозяйка была женщиной в самом соку И постоялец быстро склонил ее к сожительству А когда вдоволь натешившись ее горячими ласками Амонсон заявил, что пора заканчивать любовное приключение Фру Тигельт от стыда покончила с собой, отравившись угарным газом Муж, узнав о причинах самоубийства супруги, собрался отомстить квартиранту Но тот сбежал из Голландии, нанявшись на корабль, отправлявшись на покорение северных широт Это был первый побег Амонсона на север Следующей женщиной, от которой Амонсон слинял во льды, была Сигрид Кастберг Замужняя дама, мать троих детей Ее супруг был настолько очарован уже знаменитым полярником Что закрывал глаза на связь с ним собственной жены Несколько месяцев они жили как шведская семья И это так устраивало Амонсона, что он забросил подготовку к новой полярной экспедиции Буквально подарив право открытия Северного полюса американцам Роберту Пири и Фредерику Куку А когда норвежец похватился, тот дал себе слово Никогда ни одна женщина не помешает мне идти к главной цели Полярным открытиям Бедняжка Сигрид, правда, этого не знала Она развелась с мужем, а Руаль тут же оставил ее ради очередного путешествия к Северному полюсу Парадоксально, но факт, история повторилась еще два раза Кристин Элизабет Беннет, в которую Амонсон влюбился, будучи уже национальным героем Норвегии Тоже была замужем, и на уговоры путешественника создать с ним новую семью поддалась не сразу Но когда она на это решилась, Амонсон тут же сделал тете ручкой и отправился в дрейф по Северному ледовитому океану Последней жертвой Амонсона была канатка с русскими корнями Бесс Маггитс Она лихо управляла собачьими упряжками, великолепно стреляла и могла ночами напролет резаться в покер Развестись с мужем и стать фру Амонсон Бесс согласилась не раздумывая А тот в очередной раз понял, что ему не нужна жена, которая уже собрав вещички Подплывает к Норвегии на трансатлантическом пароходе Святой Олаф Амонсон в ужасе стал крушить мебель в доме и чуть не сошел с ума от отчаяния Но на его счастье и одновременно несчастье в это самое время потерпел бедствие во льдах заклятый враг Умберто Нобеле И Руаль вновь бежал во льды от семейного счастья Теперь уже навсегда Решив принять участие в спасении Нобеля, он вылетел на север на гидроплане Латам-47 Экспедицию Нобеля, как известно, спас советский ледокол Красин А что касается Амонсона, радиосвязь с ним прервалась ровно 108 лет назад, 17 июня 1928 года Этот день принято считать днем его смерти Тело норвежского путешественника навсегда осталось в северных льдах По нему рыдал практически весь мир Не плакали только две дочери Амонсона, Камилла и Коконита Которых полярник забрал у родителей аборигенов во время вынужденной зимовки на Чукотке Вот что-то случилось тогда с сердцем Амонсона И он решил удочерить девочек, чтобы обеспечить им достойную жизнь Удочерил, дал свою фамилию и отправил в Осло под опекунство брата А спустя четыре года ему наскучила роль отца Он разругался с братом, а девочек велел отправить обратно на Чукотку И больше никогда о них не вспоминал Эти девушки чудом попали в Америку, где испытали много бед Но выжили, вышли замуж, родили детей Имя великого Амонсона, потомки этих чукотских женщин Никогда не произносили Понятно почему И жаль, что нам не рассказывали об этом в школе